Кстати, в том же МВФ давно предлагали Украине легализовать игорный бизнес, но наши политики не нашли времени и сил для того, чтобы принять такое решение. Теперь вот об этом заговорил генеральный прокурор Юрий Луценко, может быть, хотя бы к нему прислушается. Давайте обсудим это с Оксаной Продан, народным депутатом и одним из самых интересных украинских экономистов. Оксана, я вас приветствую, спасибо, что присоединились. Скажите, известны ли вам примерные оценки тех потерь, которые несет государство, не получая соответствующие налоги, сборы, пока этот бизнес находится в подполье? Украина получает государственный бюджет. 5 миллиардов, которые сегодня остаются в распоряжении практически нелегальных операторов. А вы верите в то, что игорный бизнес могут легализовать в ближайшее время? Однозначно легализуют, потому что не бывает такого, чтобы держава добровольно отмолвалась от величезных надходов до бюджета, когда в бюджете нет денег. Мы идем в Европейский Союз, мы в Украине имплементуем европейское законодательство и, в принципе, с 2015 года Европа имеет общую директиву, которой керуются все страны Европы. Ни где нет забороны, скрозь есть легализованный бизнес, но по-разному он работает, по-разному сплачивается податок от специального дохода. Потому что игровый бизнес – это не производство, это не торговля, это абсолютно специфичный бизнес. Оксана, но пока все равно сложно понять, почему тогда игорный бизнес до сих пор не легализован? Что этому мешает? Вот смотрите, европейские директивы есть, миллиарды гривен почти на ровном месте государство может заработать. Почему нет на сегодняшний день? Ну, насправді, с 2009 года, когда было принято законодательство про заборону грального бизнеса, остался легальным только лотерейный бизнес, все інше поза закону. После того, как был выбран действующий склад Верховной Рады, до парламенту внесено 10 законопроектов. И урядовые, и депутатские законопроекти, которые различным чином предлагают легализовать гральный бизнес. Одни створяют инициаторы законопроектов, створяют условия для любого бизнеса, регулируют и гральные автоматы, и букмекерскую деятельность, и казино, абсолютно все. И дают возможность развития и развития такому виду бизнеса. Инициаторы законопроектов максимально обмеживают вообще существование грального бизнеса в Украине. И у нас в профильном комитете, в податкове и митной политике, было створено рабочую группу. И рабочая группа отработала якийсь законопроект, мы его отработали до певного этапа. Но кинцевой редакции так и нема. Очевидно, что разные интересы, и с одного боку операторов, и с другого боку божание отримать максимальное надходление до бюджета. Но самое главное, до чего мы не пришли, это то, что часть депутатов считает необходимым легализовать и дать доступ открытый к игральному бизнесу. Иная часть депутатов максимально обмеживает доступ, потому что мы помним с вами, что у нас было и, в принципе, и остается, но не таким открытым, как была беда с игральными автоматами. Ну понятно, Оксана, я резюмирую. Ситуация, к сожалению, до боли знакомая. Пока политики спорят, государство просто теряет деньги. Спасибо вам. Оксана Продан отвечала на мои вопросы.